приветствую всех жду кто присоединится сегодня чудесный день чудесный солнечный летний день и у нас интересная тема как астрология для тех кто хотел понять что-то большее об астрологии узнать какие-то новую новую информацию о том что такое астрология как она влияет на нас приветствую надеюсь что меня слышно хорошо слышно и видно хорошо долго ждать не будем я сразу начну потому что здесь интересная тема если у вас есть вопросы какие-то по астрологии вы что-то хотели для себя разъяснить либо какие-то у вас не знаю были вопросы вы не понимали что это значит пожалуйста спрашивайте сегодня я вам обязательно отвечу потому что тема астрологии она очень интересная значит давайте начнем всех приветствую надеюсь что меня хорошо видно и слышно если кто-нибудь уточнить я буду благодарна что меня хорошо видно и слышно ну давайте начнем значит во первых астрология что такое астрология и как какая она бывает что такое натальная карта что она нам дает как на нас влияют планеты и так далее значит во первых астрология может быть как классической западной так и ведической а отличие классической от ведической астрологии в том что там влияние плане одни планеты учитываются да не одни не учитываются примеру ведической астрологии влиянию планет учитывается 7 планет таких как солнце луна юпитер марс венера 6 плане получается сатурна кого я забыла давайте по дня в неделю нет 7 планет луна марс меркурий меркурий наш замечательный юпитер сегодня день юпитера венера сатурн и солнышко 7 планет ведической астрологии которые на нас влияют и 2 лунных узла это не планеты это лунные узлы раху и кету значит соответственно ведической астрологии раху и кету есть эти лунные узлы да эти вот влияние чисел а в классической астрологии их нет почему такое вот почему такое так произошло почему одни берут какие-то планеты там нептун уран да а ведическая астрология не берет считается что так как эти планеты находятся очень далеко они не влияют на нас так то есть их влияние минимально поэтому они не рассматриваются какое еще различие почему я выбрала именно ведическую астрологию классической астрологии есть такой момент как по крайней мере я может быть что-то изменилось сейчас когда я изучала вам говорят о том что есть такие влияния сложные здесь у вас вот дом какой-то ослаблен да здесь планета не очень хорошая с детьми там соотношение будет сложно и так далее все вот как бы с этой нагруженной информации уходите и как что дальше вот все плохо да вот там кому-то конечно будет все хорошо но кому-то когда говорят такие вещи а что делать дальше то жить с этим как бы спасибо кристина что что как как прорабатывает это вот классической астрологии я не нашла таких моментов вот как проработать да как какие инструменты для меня это было важно почему в свое время я ведь намного раньше начала изучать все эзотерические науки я отошла от этого потому что одно дело рассказать человеку что с ним будет да как бы что будет происходить а другое дело когда ты видишь негативные события и что дальше вот как бы ждать когда они наступят да или что или когда у тебя в жизни там какой-то дом детей к примеру там есть сложности да что все на этом ставить крест потому что вот в астрологии это показано здесь проблемы и все живи с этим меня как бы это не устраивало я очень для меня важен результат не просто дать информацию а чтобы эта информация помогала поэтому я отошла в свое время от астрологии потому что она мне не давала этого то есть я говорил информацию и чё говорю что дальше и все и как бы и что мне делать но когда я начала изучать ведическую астрологию я поняла что как раз ведическая астрология очень много инструментов которые могут помочь нейтрализовать либо гармонизировать влияние планет негативных что является инструментом очень хорошим какие есть средства гармонизации есть различные упаи упая это определенные действия в определенные дни есть активации есть практике которая помогает прорабатывать сложное влияние планет конечно это не значит что если у вас там кармическая связка лет или период садосати идет по сложным домам, о котором я расскажу, что все сразу улучшится и у вас все будет отлично. Нет, но значит этот период можно смягчить. Да, возможно, если вам суждено потерять близкого человека в какой-то период, вы его потеряете, но вы не так будете сильно, как бы вы это воспримете правильно. То есть период вот этого негативного влияния планеты, когда вы живете с этой информацией, он может сократиться намного. То есть вы можете стать мудрее от этого. К сожалению, какие-то события, ну невозможно никак с ними, их нейтрализовать, потому что они касаются других людей. Это путь каждого. Но если, допустим, у вас какая-то планета в негативе, приветствую, и вы мучаетесь с ней давно, к примеру, там, я не знаю, у вас Меркурий слишком говорливый, любите поговорить, либо, допустим, у вас там с проблемой с деньгами, либо со здоровьем совсем, да, как бы есть такие моменты. Вроде бы все хорошо, вроде бы и питаетесь правильно, но ничего не происходит. Либо в личной жизни не встречается каких-то там похожих сценарий каждый раз. С этим можно работать. Даже с тем, что вот есть какие-то поражения по дому детей, с этим тоже можно работать. То есть это моменты, с которыми можно работать. И ведическая астрология, она именно позволяет давать инструменты, какие-то практики, которые способствуют тому, чтобы вы получали нужную информацию, начинали действовать в правильном русле. Поэтому ведическая астрология. Федическая астрология – это стандартный как бы дом натальной карты, 12 домов в натальной карте вашей. И вот эти семь планет и два лунных узла, они распределены в этой натальной карте. Вот я плавно подошла к тому, что же такое натальная карта. Натальная или астрологическая карта – это картинка неба на тот момент, когда вы родились. То есть она с собой представляет, либо там по-разному программы рисует, ну вот 12 домов, и планеты там распределились. Все бы хорошо, но есть такой момент, что некоторые планеты друг с другом спорят. То есть, соответственно, как это планеты могут спорить? Сатурн и Марс. Вроде вы и упрямы в своих действиях, но вроде иногда можете как вот принять решение под воздействием эмоций и все. То есть Сатурн и Марс, они дают различные моменты. Либо дают сложности, там, допустим, какие-то ситуации на дорогах. Либо, допустим, солнышко у вас, солнце, планета в вашей натальной карте, она находится в том знаке, который его очень сильно понижает, он в дебиляции находится. То есть он такое, солнце не в лучших своих качествах. Как это влияет на вас? Неуверенность в себе, вы неуверенно пытаетесь кому-то соответствовать. То есть солнце, когда оно в падении, это наша личность, оно то есть может давать такие вещи. То есть каждая планетка, она за что-то отвечает. И там очень много интересных разных комбинаций. То есть можно рассматривать планеты с точки зрения влияния на здоровье. Можно рассматривать планеты с точки зрения влияния на личную жизнь. То есть там тоже есть свои такие комбинации. Очень много разных информации может дать ваша натальная карта. То есть натальная карта – это момент, это карта вашего рождения. Вы родились под каким-то созвездием в определенный момент, и планеты стояли именно так. Именно вот такие кармические задачи, вы с ними пришли, именно такие планеты у вас в проработке. Это ваша натальная карта. Вот что это такое. 12 домов. Каждый дом находится в определенном знаке зодиака. Планета попадает туда, там могут быть нейтрализации негативных воздействий, и там могут быть ухудшения хорошего, то есть вроде бы у человека хорошая натальная карта, но могут быть и ухудшающие такие комбинации. То есть совсем я не буду вдаваться, как это все происходит, но вот это ваша натальная карта. У всех они разные. Соответственно, потому что все мы родились не только там в определенный день, но в определенное время и в определенном месте. То есть из-за этого будет меняться ваша натальная карта. Почему же тогда, вот вопрос, который часто спрашивают в астрологии, я не верю в астрологию, потому что вот, допустим, я там лев, и он лев, да, но вот у него все хорошо, у меня все плохо, либо я вот боюсь, а там человек, он там горы сворачивает. Почему мы вот львы, но такие разные, нельзя всех людей разделить на 12 категорий, сказать, что вот они будут похожи, да. На самом деле, действительно, так они не будут похожи. Лев от льва будет отличаться, и он может быть не тем львом, на самом деле, который есть. Почему это так происходит? Почему в ведической астрологии у вас может быть другой знак зодиака, что удивительно, да, может вас удивить, чем тот, с которым вы привыкли жить всю жизнь. Влияние вашего знака по классической астрологии, по солнышку, оно будет, оно будет 50%. Но 50% у вас может быть влияние абсолютно противоположного знака, что объясняет разность между нами, да. Допустим, человек может быть львом, но там второй знак у него будет весы с преобладающей мерой, то есть он будет эстетом больше, да, он будет не таким невоинственным львом. Либо человек будет, допустим, к примеру, близнецами, да, но там где-то и скорпионом, то есть скорпион все равно будет о себе задавать в плане характера, скрытый, да, то есть он будет проявляться там с людьми общительный такой, там, ха-ха, там все, там общество, а дома может проявлять вот скорпиона, то есть он может ворчать, может характер проявлять, и это вот может на человека влиять 50 на 50. Поэтому, конечно же, на 12 знаков, если мы делим, у нас не будет абсолютно похожих людей, это 100%, но 50% влияния вашего знака на вас все равно будет. Поэтому даже в классической астрологии, если вы знаете свой знак зодиака, какие-то характеристики, они будут соответствовать. Возможно, вы замечали вот что, допустим, я по знаку зодиака делаю, по классической астрологии, я в августе родилась, но когда я строю свою натальную карту, я свою дату рождения, свое время рождения устанавливаю и свое место рождения, а по этим данным, по ведической астрологии, мой знак зодиака телец, то есть я вижу лицом, что и объясняет многое, то есть проявление Венеры в моей жизни, очень ярко проявляется. То есть это как-то, вот даже эта информация дает понимание, поэтому похожих не будет, мы все разные. Даже близнецы, тоже вопрос такой, а как вот рассматривать, если вот родились в одно время, там несколько минут. Конечно, там в натальной карте практически различий не будет, но есть такой момент, каждый из нас, близнецы приходят со своим грузом, со своей кармой. Одна и та же карта у разных людей может проявляться по-разному. Обычно, если это не совсем маленькие дети, у детей, у людей, близнецов смотрят еще и руки, потому что они очень хорошо показывают. Там может человек, допустим, быть, один из двойняшек, близняшек, может быть правшой, другой левшой. То есть один уйдет в творчество, другой будет очень практичным, ему будет интересно науки и деньги. То есть даже в этом случае одинаковых не будет. То есть, конечно, вот астрологу будет сложно как-то разделить на этапе детей, когда рассказываете каких-то качествах, потому что непонятно, как дети проявят планету. Наша планета нам дает как негатив, так и позитив. Но все равно будут разные, разные судьбы. Люди приходят все с разным грузом. Такой вопрос еще часто бывает. Почему у меня вот все... Вроде я хороший человек, вроде делаю все очень правильно, хорошо, помогаю другим, не злюсь, прорабатываю, совершенствуюсь во всех тренингах, каждый день 28 часов в сутки занимаюсь, грубо говоря. Почему у меня ничего не получается? Почему у меня негативные события? Ответ прост. Две причины этому. Первое. Вы пришли с определенной кармой в эту жизнь. Второе. То есть вы пришли прорабатывать. Где-то вы, грубо говоря, косячили в прошлых воплощениях, и здесь, хоп, вы пришли, и вы хотите, чтобы все было хорошо. То есть я по принципу, я здесь без разницы, что буду делать, как бы буйствовать, а там мне дальше ничего не будет. На самом деле, все возвращается. Эффект кармы, он даже через воплощение, он есть. Второй момент, который может быть очень интересный. Вы сами пожелали себе такой жизни. Вы сами пожелали при рождении пройти именно такой путь. потому что чем сложнее путь у человека, чем сложнее у него какие-то ситуации, тем совершеннее становится душа. Это тоже один из моментов. То есть при перерождении вы можете сами, если у вас хорошее задело с прошлых воплощений, вы можете сами выбрать свой путь. Иногда для того, чтобы душа быстрее перевоплотилась, получается, человек на себя берет сложную судьбу, чтобы чем больше сложностей, тем лучше. Поэтому иногда это ваш выбор. И здесь на самом деле есть такой момент, о котором мало кто задумывается, но на самом деле он работает. Если в вашей жизни очень-очень много сложностей, и вы прям погрязли в них, то необходимо во-первых, самое первое себе задать вопрос, готовы ли вы дальше совершенствоваться через трудности, или вы хотите сейчас пожить счастливо, но получается тот груз, который вы должны были отработать, то, что вы должны были отработать, это останется с вами на следующем воплощении. То есть ответьте себе на этот вопрос. Если вам надоело сложности, есть люди очень эзотерические такие понимающие, что сложности они не пытаются нас погубить, они пытаются нас развить. Некоторые, конечно, это понимают, некоторым бывает чрезвычайно сложно, они понимают, что не справляются. Такое тоже бывает. Мы все люди, у нас у всех есть вот эта точка предела. Когда вы видите, что ваша точка предела уже все, ну вот не справляетесь вы. Есть очень простой такой способ, который на самом деле действенный. Дайте себе установку, что все, вы хотите на этом воплощении то, что у вас есть сложности, вы это проработали и вы хотите сейчас, чтобы у вас была счастливая жизнь. Все. Это установка, которую необходимо как аффирмацию повторять. Посмотрите, какие изменения произойдут. Но учтите, что это ваш выбор, то есть вы этот выбор сделали. Прорабатывать все равно придется, но потом. Так вот, почему, объяснение, почему мы приходим такие хорошие, да, все такие прям, простите, здесь собака просит играться. Почему мы такие все хорошие, приходим, а у нас сложности? Объяснила, почему две причины. Не бывает ничего просто так, не бывает, что вы хорошие, а вот на тебе за то, что ты такой хороший, проблемы. Нет. Либо вы где-то, если в отношениях беда, либо вы где-то в прошлых воплощениях очень себя плохо вели, в этом плане, обижали людей. Иногда бывает, что отношения, если беден, этот человек в прошлом воплощении, вы с ним вели себя очень плохо, либо его обижали, унижали, и сейчас вы получаете обратное. Такое бывает. Такое бывает. Поэтому здесь ничего не бывает просто так, всему есть причина. Почему вот люди с одинаковыми знаками мы посмотрели? Период цедосати, что это такое? Многие из вас слышали про такой период цедосати, многие его боятся. Боже мой, у меня цедосати, все, мне нужно уходить в пещеру и медитировать. Кому-то действительно нужно на самом деле. Но не все так плохо. Цедосати – это транзит Сатурна по трём из двенадцати наших домов. Он случается обычно у человека четыре раза в жизни. Длится он семь с половиной лет. Семь с половиной лет. И в этот период просто нас, знаете, как через какой-то вот столько перемен, столько изменений в жизни происходит, что человек просто теряется в этот момент на самом деле. А если ещё сложные дома, там вообще просто бывает ощущение, что на выживаемость какие-то периоды. На самом деле цедосати есть у каждого человека. вам для того, чтобы узнать, есть ли он у вас, конечно, вам нужно знать свою натальную карту. Ань, может быть, у тебя садосати. Я не могу тебе сказать ничего по этому поводу. Я могу тебе позднее об этом. Да, я посмотрю твою натальную карту. Вот. Что происходит в этот момент? Период, когда у многих с января, у многих, у многих из вас смогли начаться перемены. Именно с января садосати начал своё движение по домам. Вот как бы вступил в свою силу у многих, кто ко мне приходит на консультацию. И вы заметили, наверное, перемены не только в ментальном плане, но и вот происходят какие-то на работе, да, какие-то моменты, в финансовой сфере. Либо вы что-то планировали срываться, либо наоборот вас как-то передвигают в какой-то, вы знаете, как будто вас направляют прям вот жёстко, вот ты не в том месте, да, это садосати. Он не так страшен, как о нём пишут, но если человек с негативной кармой, пришедшей, с не очень хорошей натальной картой, вёл до этого ещё и очень неблагостный образ жизни, садосати может забрать многое. Садосати может оставить ни с чем, буквально. Может отнять работу, может отнять семью, может отнять друзей. Человек просто остаётся сам с собой и он в ситуации, когда он не понимает, что и как делать. Такое может быть. Вплоть садосати иногда бывает, что происходит уход родственников, иногда происходит уход родственников, которые старше, по старшей линии. Так вот, а для кого-то на самом деле, если вы услышали, что у вас садосати, не всегда стоит пугаться, то есть нужно, во-первых, знать вашу натальнюю карту, какой у вас линейный планет. Для некоторых это период роста. Садосати первые два года он очень сильно меняет всё. Если человек понимает, в какое русло его несёт, вы знаете, как река, если человек понимает, что его выносит куда-то, новую сферу, допустим, вы хотели поменять работу и всё время говорили, ой, как мне надоело, я хочу своё, ненавижу эту работу, уже когда это закончится, ненавижу просыпаться, вставать и так далее, но не делали своих действий, в садосати вас хоп, увольняют, да, хотели, пожалуйста, там происходит это, хочешь, не хочешь, либо ищите новую работу, либо начинаете действовать в том направлении, в котором вы хотели. Либо если в садосате у вас идёт по дому отношений, в отношениях беда, и вы такие, ну, потом, потом, посмотрю, как, ну, разберёмся потом, пусть так, лучше так, чем вообще одной или одному, да, лучше пусть так. И вы оставляете эту проблему нерешённой, да, у вас копится там негатив, у человека копится на вас, либо вообще равнодушие, да, и в садосате всё, как бы, происходит разы. Обычно достаточно быстро, как что странно, люди могут жить 20-30 лет вместе, а в садосате хоп, и разошлись. Такое может быть. В садосате может происходить, ну, в различные вещи, в зависимости от того, по каким домам у вас движется. Но, опять же, ещё раз повторю, он не так страшен, как о нём говорят, да, то есть он направлен на то, что человек должен перейти на новый этап жизни, обновлённый. если он не готов, его будут готовить к этому. Иногда через какие-то, какие вот сложности в жизни, да. Как узнать, что у вас в садосате, кто у меня был бы консультацией, напишите, я вам скажу, расскажу. Да кто не был, в принципе, пишите, если хотите, я посмотрю у вас, есть ли у вас период садосатей, это, по каким домам он идёт. Это важно знать, потому что иногда очень, знаете, когда бывает сложная ситуация, иногда очень важно знать, что это закончится, потому что, когда ты живёшь в этом напряжении, иногда месяц, два, а иногда думаешь, вот садосате, два с половиной года, да, как это возможно вообще, но когда ты знаешь, какой это период, что он тебе несёт, для чего он тебе, намного легче становится, потому что, во-первых, ты знаешь, что это закончится, во-вторых, ты знаешь, что это на твоё благо, и если что-то происходит, значит, ты в неправильном направлении двигался, тебя направляет, то есть, намного проще становится жить. Уже не думаешь, за что мне и почему это, а ты уже начинаешь обдумывать, а что мне нужно поменять в своей жизни, либо во мне. Поэтому кому нужен Садосати, пишите. Вот все, кто написал в чате, я вам, да, у Алены точно есть. Я, да, Алену помню, что точно есть. Как раз по домам таким интересным. Далее, да, кто хочет, напишите, я вам расскажу про то, если у вас период Садосати и по каким домам. Что дальше у нас? Так ли страшен ретро-меркурий? Знаете, вот все говорят, ой, ретроградный Меркурий, настал, у меня вообще все плохо. Вот как только настал, вот у меня все и здесь поломалось, и здесь не получилось, и здесь отменилось. Вот Меркурий как бы здесь ни при чем. Вот почему-то бедного Меркурия все время обижают. На самом деле, каждый из планет, из семи планет, кроме даже, ну, как бы, семь планет ведической астрологии, Солнце, Луна движутся все время директно, но остальные планеты, все пять планет, они могут двигаться как вперед, так и назад. Вот у нас недавно период ретро-Сатурна, у нас недавно период начался ретро-Юпитера, ретро-Венеры. Их почему-то не говорят, ну, там, ретро-Сатурн ужасный, да, вот все про ретро-Меркурий. На самом деле, Меркурий, в принципе, такой, он самый, самый такой малонегативный из всех, которые могут быть ретро-планет, потому что Меркурий просто носит такую несумятицу. Техника ломается, опаздываете, да, куда-то, не проверяете документы, забывчивые становитесь. Меркурий действует на сознание. На самом деле, в период ретро-Меркурия не стоит пугаться, стоит просто больше проявлять внимание каким-то важным вещам. Если вы запланировали поездку, все заранее подготовьте. Если вы какие-то важные документы, проверяйте несколько раз, потому что, да, в период ретро-Меркурия может быть, что вы допустите ошибку, вам придется возвращаться. То есть, он такой, проверка на внимательность. Но с техникой ничего не поделаешь. Если ломается, то значит ломается. Да, здесь такое есть. Но он не страшен. Не бойтесь, пожалуйста, ретро-Меркурия, не вините его во всем. Мне прям жалко маленького, бедного Меркурия. Все его обижают. На самом деле, куда опаснее вот ретро-Сатурн, который идет, потому что он может вываливать старые проблемы, очень сильно воздействует на сознание, когда так прибивает, что не знаешь, как из этого выйти, ничего не радует. Вроде бы все хорошо, да, и прям нескончаемая грусть, тоска и депрессия. Либо там ретро-Юпитер, когда тоже вроде бы надо, там не знаю, в обучение, а все как вот через решето, да, знания не приходят. Либо если кому-то нужно знать, сдать экзамен в этот период. Либо там ретро-Венера тоже в отношениях. Такой начинается обедлом, что ой-ой-ой. Но почему-то все винят Меркурия. В общем, Меркурий здесь ни при чем, знаете, это Меркурий на самом деле просто вносит ну такой сумятиц небольшой, поэтому не бойтесь Меркурия. Да, все планеты могут двигаться, все пять планет, как вперед, так и назад. Каждый год у них есть периоды, когда они двигаются вперед и назад. Такое есть планеты. Далее. Что такое транзиты планетные? У нас планеты двигаются. Почему на одних Сатурн влияет так, а на других по-другому? Потому что он у вас располагается в разных домах вашего гороскопа и в разных знаках зодиака. Поэтому разные воздействия. Не будет так, что у всех одинаково, у всех с настроением беда. У кого-то может, как я говорила, наоборот, начать старые дела выворачивать. То есть здесь именно зависит, по какому дому идет транзит этой планеты у вас. Транзиты планеты – это значит, у вас есть дома, вот эти ваши 12 домов, и планета пошла по каким-то домам. Вот это транзиты планет. Они могут быть как негативные, так... За счет этого и делается прогностика в астрологии, то есть прогнозирование каких-то событий. Потому что если, допустим, видно, что начинается по планетам сложный период кармический, и там еще, допустим, как Сатурн идет по домам каким-нибудь, допустим, восьмому дому, то, соответственно, нужно быть очень осторожным. На самом деле, это очень полезная информация. Если это знать, можно очень хорошо планировать такие помощники в жизни. Изменить влияние планет. Да, я выписала вопросы про влияние планет. Я рассказала, что да, влияние планет, вот именно их гармонизировать можно и с течением жизни, и даже вот в краткосрочный период. Я вам скажу, я как бы говорила, не знаю, в прошлых эфирах, что даже линии на ладонях у людей могут измениться, даже негативные острова, они могут уходить, да, не сразу, но это все меняется. Как? Иногда нужно, чтобы человек изменил сознание, изменил свой путь. Иногда просто необходимо понять, а что тебе нужно в этой жизни. Это очень просто, но это очень действенно, да. Иногда просто нужно в себя взять в руки, там, мы путаемся в количестве информации, которая к нам приходит. Кто-то говорит, не слушай никого, будь собой, кто-то говорит, меняйся, совершенствуйся, да. Так вот, ни то, ни другое может для вас и не актуально. Нужно знать, а что именно для вас хорошо. Это такой сложный путь познания себя, но он самый благодарный. Как только вы знаете себя, как только вы знаете свой путь, что хорошо для вас, куда вы направляетесь, что именно вас вдохновляет, вот такой энтузиазм, что вы просыпаетесь и с удовольствием там куда-то бежите на работу, не знаю, куда-то на зарядку, тогда будет все по-другому. И линии будут меняться, и планеты будут в правильное русло, как бы, в правильное русло вас выводить. Поэтому, да, влияние планет можно изменить. На самом деле, если так, даже не зная вашу карту, даже когда я вижу человека, я могу сказать иногда, не только на руки, да, руки тоже можно увидеть, что у него и как, но какая планета у него, как на него влияет. Иногда человек может быть, особенно интересно в детских картах, когда проявлен Сатурн, да, бывает, что маленький ребенок и такой ворчливый, вы знаете, такие вот проявления, прям планеты. Иногда просто даже видно, как человек разговаривает, что у него больше проявлено, как он себя, вот мысли свои излагает, да, что у него может быть с Меркурием проблемы. Если с Меркурием проблемы, в карте натальный человек может заикаться, либо ему сложно, может сложно выражать свои мысли. Такое может быть. Если с Луной беда, да, может быть такой беспокойный разум, что просто от ас, то есть там ни из-за чего, да, просто человек может переживать и находиться в состоянии стресса. То есть это вот Луна так может на нас влиять. Солнце, я говорила, если в падении, да, то есть человек может быть очень неуверенный в себе думать, ну, а что обо мне подумают другие, а я лучше возьму чью-то идею там за основу и буду следовать, лучше следовать вот тем, кто состоялся, а себя я не буду воспринимать, вот солнце в падении, да. Также солнце в падении, оно может отвечать за плохие отношения с отцом, либо то, что отца вообще нет. То есть каждая планета, она как-то влияет. Венера, она может влиять, как человек может быть очень эгоистичным, да, там, говорит, все для меня, я хочу вот принесите мне то, принесите это, а так может вообще, если в женской карте плохо проявлена Венера, может на себя не обращать внимание и жертвовать собой ради, ради всех, только не для себя, да, то есть здесь тоже влияние планеты. Либо влияние Юпитера, когда человек может быть очень образованным, но поверхностно. Я знаю многое, но если копнуть, мне не пригодилось, да, и как бы и сути-то я не понимаю, зачем. Либо наоборот, человек может быть настолько хорош в своей сфере, в какой-то, да, профессиональной, а вдруг в других вообще не разбираться. Это знаете, больше как в мужских картах такое преобладание есть, что очень хорошие специалисты в работе, ну вот, там техник может быть, но как там машинку, грубо говоря, стиральную включить, это будет сложно с информацией, да, то есть тоже будет влияние Юпитера. То есть каждая планетка как-то на нас влияет, и для всех у нас персонально, персональные натальные карты и персональное влияние этих планет. И если так подытожить, то все мы пришли с определенными задачами, с определенным, с определенным таким настроем, да, на эту жизнь, и это опять же не наказание, это возможность стать более совершенным, стать, проработать то, что было необходимо. Я как бы не знаю, как вам передать эти эмоции, это ощущение, но есть вот прям, когда ты понимаешь, куда ты движешься, какой твой путь, да, когда ты знаешь себя, это вот вообще для меня, мне кажется, на консультациях самое главное, для многих это проблема, потому что они не знают истины себя, тогда открываются все двери, тогда уже не бывает таких ситуаций, когда ты находишься в состоянии, в состоянии подавленном, да, в состоянии, когда ты не знаешь, куда направляться, поэтому, поэтому это очень важно, да. Если у вас есть сейчас вопросы по астрологии, пожалуйста, спрашивайте, я обязательно отвечу. Все, кто написал мне про садосати, кто хочет узнать, есть ли у них период садосати, я всем отвечу, обязательно. Тех, кто у меня не был на консультации, нужны будут от вас дополнительные данные. Те, кто у меня был на консультации, все ваши натальные карты у меня есть, я посмотрю. У кого-то, может быть, я думаю, даже сегодня. Если есть вопросы, пишите, я отвечу, было приятно очень с вами пообщаться виртуально. Вот замечательный день, всем хорошего вечера!